Добро пожаловать в США! Всем привет! Сегодня хочу поговорить о том, как заправить машину на американских заправках. Вот мы сейчас приехали на заправку. Вообще есть два способа оплатить бензин. Можно пойти внутрь, где оплатить на кассе. Можно с помощью кредитной карточки оплатить бензин прямо здесь. В общем, сейчас пойдем покажу. В общем, берем кредитку. И вот здесь есть специальное место, куда ее надо поместить. Вот на мониторе. Не знаю, видно или нет. Говорит, вымейте карточку. Подождите. Спрашивает, это дебитная карточка или кредитка. У нас дебитная. Нажимаем Yes. Дальше. Receipt это чек. Тоже Yes. И введите. Вот покажи клавиатуру. Вот клавиатура для ввода пин-кода. Вот там просит ввести пин-код. Вводим. Жмем Enter. Remove nozzle and lift handle. В общем, выбираем бензин. Мы заправляемся самым дешевым. То есть, это 87-й. Стоит 3,19. Буквально два месяца назад было 3,89. Начинаем заправку. Обычно здесь есть такая штука, чтобы подпереть и не держать рукой. Но она здесь, не знаю, специально убрана или поломана. В общем, вот можно посмотреть, сколько залилось галлонов и сколько это стоит. То есть, здесь галлоны, а здесь количество в долларах, на сколько вы уже залили. Вот рядом дизельная. Здесь вот три вида бензина. Здесь дизель. Вот бензин. Дизель стоит 3,65. Да. Вот бензин у нас 87-й, 89-й и 93-й. Для каждого бензина свой шланг. Но это не везде так. Иногда один для всех. Ну, на ХЭС, на которой мы сейчас находимся. Кстати, ХЭС и 7-11 мои любимые заправки. Более-менее чисто на них, обычно. Я не люблю разные заправки, где владельцы индусы, потому что там в основном грязно. А владельцы индусы в основном на Мобил, на Шеврон, на Шелл, на Би-Пи. И поэтому там очень, ну, не очень грязно, но как бы не так чисто, как на 7-11 или на ХЭС. Вот надпись, которая вам говорит, что перед заправкой оплатите внутри кассиру или воспользуйтесь кредитной карточкой. Вот и все. 15 баллонов. Вот наш чек. И все, мы готовы ехать. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok